Аргументы защиты остались такими же, как и в суде первой инстанции. Проблемы с сердцем у подозреваемого, наличие постоянного места жительства, справка о болезни жены и матери, несовершеннолетние дети. Все эти обстоятельства, по версии адвокатов, предполагают пребывание на воле. Анатолий Гриценко не может и не хочет скрываться от следствия, заверили его юристы. И нового мнения придерживается государственный обвинитель. Находясь на свободе, Гриценко может скрыться под следствием из суда. А то, что такие намерения, так сказать, у него были и в настоящее время имеются. Я в ходатайстве, так сказать, о приобщении материалом дела, распорту и справка о наличии у него трех распортов, в том числе и дипломатического паспорта. Совещание судей было недолгим. По мнению представителей Фемиды, обстоятельства дела не изменились. Апелляцию обвиняемого Гриценко адвоката Товичкина ставить без адовесу рейки. Поставление Центрального районного суда города Суферополя 27 января 2011 года об избрании меры пресечения в виде заключения по сраду под решением Гриценко Анатолия Павловича оставить без изменений. Защита экс-спикера с вердиктом суда не согласна. Основания для такого решения по меньшей мере несерьезны, заявили адвокаты Анатолия Гриценко. Смешным является то основание, что Анатолий Павлович может скрыться от следствия либо суда. Ему нечего скрывать, ему нечего скрываться. Данное решение уже обжаловании не подлежит, но мы намерены обжаловать другие действия постановления прокуратуры Автономной Республики Крым, в том числе возбуждение уголовного дела. Таким образом, в СИЗО Анатолий Гриценко пробует еще около полутора месяцев, а после истечения срока ареста суд имеет право продлить срок содержания депутата под стражей на время проведения следственных мероприятий. Олег Зайковский, Андрей Тымчук, Служба новостей ТВ.